Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съёмки очередного отчётного концерта школы актёрского мастерства. Участники проекта ставили сценки по мотивам фильмов про Джеймса Бонда. Илья Ебаров изменил Кате Кауфман. К ведущему Владу Кадоне попало видео, на котором Илья занимается сексом с одной из бывшей участниц Элиной, которая недавно приходила к Глебу. Ебаров же утверждает, что это было давно до отношений с Катей. Но Кауфман уверена, что это не так. Песню, под которую вы этим занимались, говорит девушка, вышла в ротацию в конце октября, когда мы уже были в отношениях. Катя не собирается прощать измену, она говорит, что отношения закончены. А Ваня Барзиков по слухам изменил Лизе Полыкаловой. Андрей Черкасов достал скрины переписки Ване и бывшей участницы Юлии Саевой. Якобы Ваня недавно провёл с девушкой ночь. Парень же уверяет, что встречался с ней только по работе. Лиза своему мужчине верит. Как вы помните, Марина Африкантова рассказывала своим подписчикам, что продала вторую картину за 55 тысяч рублей. На самом деле, на руках у неё оказалось всего три тысячи. По словам Африкантова, покупатель обещал перевести остальную сумму на карту в ближайшее время. Чуев предложил Марине Пари, что оставшихся денег она так и не увидит. Если она не получит оставшуюся сумму, то должна будет заплатить ему 100 тысяч. В противном случае заплатит он. Оля Рапунцель рассказала, что на отдыхе их пара пользовалась большим вниманием поклонников. Девушка пишет «Мы отдохнули в Таиланде и телом, и душой. Это райское место, но отдых там дорогой. Нам пришлось убегать от целой армии фанатов». В очередном выпуске журнала «Дома-2» участники проекта расскажут, сколько они зарабатывают благодаря соцсетям. По их словам, ежемесячный доход от рекламы составляет от 100 тысяч до 1 миллиона. Ольга Васильевна Гобозова так и не приехала в Москву на съемки ток-шоу на канале «Россия-1». В самый последний момент ей позвонил сын Саша Гобозов и устроил ей скандал, запретив появляться на шоу. Татьяна Владимировна Африкантова рассказывает, «Вчера был ток-шоу на тему. Степа Менщиков собирается отправить больного отца в дом старых людей. Валера Блюмин-Кранц рассказал новость о Черкасове. Андрей хочет продать кольцо, которое осталось от Вики Романец, а деньги обещает отдать на благотворительность. Кандидаты в покупатели – Гозиас, Полыгалова и Ирина Михайловна. Татьяна Владимировна в видеотрансляции рассказала, что ее дочь Марина не испытывает никаких чувств к будущему мужу Андрею. Она с ним только ради участия в проекте. Якобы история пары уже скоро закончится. А объяснение этому простое. Егор Халявин уже подписал контракт в США, где он станет русским Кеном, и ему понадобится там Барби. Скоро Егор улетает в Америку. Затем он договорится об участии Марины, и она тут же вылетит в Штаты вместе со своей семьей. Анна Якунина опубликовала фотографию со встречи бывших домовцев. С коллегами по цеху подписала она этот снимок. Рада была встрече с Катюшкой. Вспомнили, как косили срок в 2012. Ну и, конечно же, вы узнали брутального Михаила Бородина. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.